В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляева. Сегодня у нас в гостях Татьяна Борисова. Она выиграла грант 100 тысяч рублей на издание детской книги. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, расскажите немного о себе, чем вы увлекаетесь, чем вы живёте. Я сценарист, я учусь сейчас в Афгике и пишу сценарии для режиссёров. И вообще изначально я мечтала всегда стать писателем. И очень давно писала книгу, детскую книгу. Но у меня никак не складывался сюжет этой книги, и поэтому я поступила в Афгик. То есть у меня была такая история, что когда сюжет не складывался, мне нужно было понять, куда двигаться дальше. То есть книги мне, учебники не помогали, мне нужен был мастер. И был вариант поступить либо в Литературный институт имени Горького, либо в Афгик. Афгик – это кино. Я думала, ну я хочу стать писателем, вроде как бы это не очень моя сфера. И я подбросила монетку, и мне выпал Литературный институт имени Горького. Я так расстроилась. Я подумала, что судьба предрешена, я буду поступать в Афгик. И с тех пор, да, я поступила в Афгик, там тоже был очень большой конкурс. И я попала к вообще отличному мастеру, на сценарист. Написал там такие сериалы, как «Таёжный роман», «Адмирал», фильмы «Охотные зюбри», «Аппалач». Очень такие кассовые сериалы. И она прям очень серьёзно работает с сюжетом. И после того, как я поступила в Афгик, у меня сразу начала формироваться моя книга, идея. Оформляться, дорабатываться, и это очень мне помогло выиграть как раз этот кран. Как ты попала на Тавриду? Я узнала об этом от своего мастера. Она посоветовала попробовать. Чтобы попасть на Тавриду, там надо было сделать задание. Нужно было написать сценарий фильма, где-то около 15 минут. Надо было снять ролик, видеоролик о том, почему я хочу на Тавриду, и приложить в своё портфолио. В общем, я всё это сделала, и у меня было так много просмотров на Ютьюбе этого ролика. А мне казалось, что он так ужасно сделан, что я думаю, господи, ну когда уже это всё закончится, я его уже удалю. И вот так я попала. Причём, что интересно, было очень много ребят из ГИКа, но я попала не как от ГИКа, я попала именно как от Рязанской области. Потому что я нигде не указала, что я в ГИКе почему-то учусь. И то есть вот как от Рязани я попала. А, ну вообще, как проходила сама процедура отбора? Не знаю. Говорят, что отбирали эксперты. То есть когда мы приехали, мы спросили в первую очередь, кто нас отбирал. Нам сказали, что это были живые люди, это был не какой-нибудь робот. Это была группа экспертов, которым нужны были разновозрастные, разные по написанию как бы в жанрах авторы, кто вот работает в разных жанрах. И то есть они вот по этим критериям как-то отбирали работы. Но вот куда я попала, у меня была лаборатория драматургии, там были, конечно, очень сильные мастера. Я даже, мне кажется, за семь дней узнала не меньше, чем вот за полгода в ГИКе. Ну что для тебя самое интересное было на Тавриде? Самое интересное – это практика. Знаете, я никогда не видела столько людей, которые собираются в одном месте не для того, чтобы развлекаться, загорать, а для того, чтобы заниматься искусством. Мне кажется, вот это – это самое главное. Потому что не было ни одного человека, кто бы там скучал, кто бы там ходил на пляж. Потому что на пляж ходить было некогда. Все снимали, писали, редактировали, ругались между собой, проходили какие-то кастинги. Вот это вот на Тавриде приезжает не за теорией. Теорию мы получаем где-то в институтах, где-то еще. Мы приезжаем туда за практикой для того, чтобы познакомиться, узнать и быстро-быстро что-то сделать. У нас ребята говорили, что такая работа, которую они сделали за шесть дней, они делают обычно там за год. Мне кажется, это огромный результат. Как проходила процедура отбора грантов? Процедура была очень сложной. Сначала нас собрали в первый день, там нужно было подать заявку до конца первого дня. Я приехала уже с какими-то набросками вот этой заявки, но у меня не было четко оформленной цели. И я поняла, что для меня вот это самое главное. С нами провели эксперты работу. Потом нам рассказали, что цель должна быть умной, то есть она должна быть конкретной, достижимой. Там много-много разных критериев. И она должна быть понятной. И также нам рассказали о том, как нужно заполнять по пунктам эти заявки. Естественно, там все старались как-то задать вопросы про себя, узнать, как им, что нужно сделать. Но эксперты молчали, они только теорию рассказали. И потом уже после того, как мы отправили заявку, а заявку до конца первого дня, до 12 часов нужно было отправить. И я отправила в 20 минут 12-го эту заявку. То есть я уже все-все-все просмотрела, я ужасно волновалась. И на следующий день, так как у меня фамилия Борисова, Набет, то есть я уже защищалась четвертой. У меня даже не было какого-то времени подготовиться особенно. Я готовилась всю ночь. То есть всю ночь я потратила на то, чтобы оформить свои мысли так, чтобы конкретно рассказать за 3 минуты. Нам давали всего 3 минуты, чтобы рассказать про проект, и 2 минуты, чтобы ответить на вопросы. И вопросы всегда были такие, которые люди не предусматривали. То есть у меня был, например, вопрос, что я буду делать с этой книгой, каким образом я буду ее продвигать. И я так горю вот этой идеей, вот этой мечтой, что издать книгу я, наверное, сделаю все, чтобы ее издать и распространить. Отбор был, конечно, серьезный. О чем ваша книга? Моя книга о медведях. О медведях, которые, как две капли воды, похожи на людей. Они живут в волшебном снежном лесу, и у них у каждого есть свое любимое дело, у них есть мечта и история, которые каждый готов поделиться. Это книга для детей не младшего возраста, это книга для детей среднего возраста, для тех, кто еще уже вырос из каких-то малышковых рассказов и книг, но ему еще не интересны подростковые саги, жестокие какие-то взрослые произведения и так далее. То есть это тот самый период, для которого пишут все-таки мало, потому что, возможно, ребенок в этом возрасте, особенно какой-то нежный возраст и так далее, и при этом хочется каких-то приключений, и не нужно перебарщивать со сложностью произведения. То есть вот моя книга вот об этом. А почему медвежат выбрали главными героями? Это была очень интересная история. Я ездила на Эльбрус, и там по всей территории были развешаны таблички о том, что медведи, не ходите туда-то, там живут медведи, не ходите туда-то, там волки, не кормите животных, они сами едят. Ну и какие-то такие вот таблички, на которых было все очень антропоморфно написано про животных, так, как будто они люди. И мы подумали, что это было бы интересно встретить какого-нибудь медведя в одежде, в какой-нибудь шубе или в чем-то таком. В общем, мы начали фантазировать с ребятами, с которыми вот я ездила, и так у меня появилась идея написать книгу об этом. Я подумала, что это, наверное, могло бы быть интересно. Я такого еще не читала. Сколько вы уже над ней работаете, завершена она или нет, или в какой стадии? Я работаю над ней очень долго. Я вот, наверное, около пяти лет. Ну вот так, если брать вместе с замыслом, сколько я над ней думала. И мне кажется, это нормальный период для того, чтобы книга созрела. Я не сторонник того, чтобы написать книгу за два месяца. Сейчас книга в таком состоянии, что у меня уже все готово по сюжету, но осталось написать финал. Я знаю, чем все закончится. Я знаю, что я буду писать. И об этом я честно рассказала экспертам, о том, что мне немного нужно доделать. Но так, в целом, книга оформлена. Книга готова к изданию полностью. А есть ли иллюстрации вообще? Как она будет выглядеть? Иллюстрации, да, обязательно будут. Я это закладывала в смете. Я нашла на Тавриде иллюстратора, который мне поможет с иллюстрациями книги. И, в общем, да, с этим все готово, проблем не будет. Сто тысяч – это достаточная сумма для издания книги? Нет, к сожалению, сто тысяч – это для издания книги очень мало. Но я все равно рада этому гранту, потому что сто тысяч – это доказательство того, что идея детской книги про медведей, она достойна того, чтобы воплотиться в жизнь. Для меня это очень важно, потому что, когда я придумываю что-то, я всегда стараюсь рассказать как можно большему числу людей. Некоторые там авторы, они боятся рассказывать идею, думают, что там кто-то украдет или еще что-то. А я наоборот, я стараюсь рассказать, потому что я вижу интерес в глазах или наоборот скуку. И я понимаю таким образом, стоит ли мне над этим работать или все-таки отложить, и как-то пускай это еще позреет где-то там. Где и когда будет издаваться книга? Или вы пока не знаете? Я пока над этим вопросом думаю. У меня есть несколько вариантов. Я думала над тем, чтобы вообще изначально создать электронную книгу, которая будет с анимацией. То есть ребенок будет перелистывать, и там будут помимо не просто иллюстрации, а еще и анимированные картинки. Но сейчас я вообще в поисках правильного решения, потому что для планшета книга это все-таки не очень хорошо. Тем более для ребенка старшего возраста, где много, где сюжет разворачивается, где важны не только картинки, не столько картинки, сколько именно текст. Поэтому сейчас я в поиске издательства. Я думаю, что буду обращаться в детские издательства, в большие, уже с тем, что у меня есть грант и есть какое-то подтверждение того, что хорошая эта идея, и ее нужно реализовать. Первый тираж сколько будет? Пока не знаю. В смете я писала, что достаточно двух тысяч экземпляров. Почему я так написала? Это маленький тираж достаточно. Но с другой стороны, так как я молодой автор, возможно, есть большой риск, что ее могут не распространить вовремя. Ну и так далее. То есть нужно всегда постепенно развиваться. То есть сначала две тысячи, потом больше, если пойдет. И так далее. То есть сейчас пока вот так. Такие планы. А там дальше посмотрим. Первый экземпляр кто получит? Ну, конечно, маму. Моя мама всегда меня поддерживает. И я думаю, что это логично, это правильно. Ну, я вам желаю, чтобы книгу свою вы издали, и все у вас получилось. В гостях у нас была Татьяна Борисова. Она выиграла 100 тысяч рублей на издание детской книги. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова